Доброе утро! 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 проведено заседание штаба по заключению договоров на улице мусора с региональным оператором. Также представители ООО «Харте» еженедельно по пятницам будут вести прием в офисе МОСОБЛ ЕС, расположенном по адресу на городе Северный, дом 17. На прошедшей неделе проводились работы по ямочному ремонту муниципальных дорог. В рамках проведения месячника благоустройства в поморке городского округа Красноармест 22 апреля проведен общообластной субботник. Трудовые коллективы учреждений, предприятий, сотрудники администрации навели порядок на территории рамка леса. Собрано 16 кубических метров мусора. Хочется поблагодарить всем за участие в общообластном субботнике. Наклад окончен. Спасибо. Я хотел бы акцентировать на это внимание. Спасибо всем, кто принял участие в субботнике. Действительно, много мусора собрали. В субботнике необходимо осуществить вывоз мусора после собранного субботника и продолжить месячник благоустройства, который у нас заканчивается фактически на этой неделе. А дальше мы посмотрим уже точно на места, где необходимо приложить свои усилия. О работе МФЦ городского округа Красноарместа Лавахапкина и Надежда Директоровна. Доброе утро. За период работы с 13 апреля по 19-й МФЦ национальный центр города работал в штатном режиме. За прошедшую неделю было принято через единое окно заявителей 821 человек. Принято заявок, выданных результатов, оказанных консультаций по федеральным услугам 461 штука, по муниципальным 196, по региональным 164. Через региональный портал государственных услуг на базе МФЦ принято 59 заявок. Услуги контакта с центром воспользовались 214 человек. Справочные две информации. Первая. С 15 апреля Московская область перешла на цифровое телевидение. В связи с отключением аналогов обещаний федеральных телеканалов, работа горячей линии губернатора Московской области по вопросам перехода на цифровое телевидение продлина до 22 часов. Это сделано для удобства жителей Подмосковья, так как раньше можно было получить эту информацию только до 8 часов вечера. Вторая информация. МАО МФЦ городского округа Сноармейского, подключенного договора, от 12 апреля 2019 года СОО «Объединенные переводчики» предоставляет услуги нотариального перевода документов. Нотариальное заверение часто требуется в случае перевода официальных документов, например, таких как перевод документов учредительных, бухгалтерских, других отчетностей, перевод свидетельства о рождении, браке, разводе, другие документы, выдаваемые органами ЗАГСа, перевод трудовых книжек справок, адресных листов убытия, дипломов, аттестатов, сертификатов, согласие на выезд ребенка за границу, доверенности, завещательные, другие нотариальные акты, переводы водительских удостоверений, перевод паспорта. Переводы осуществляются по документам с языков стран СНГ, Западной и Восточной Европы, Скантинавских стран, стран Балтии, Ближнего и Дальнего Востока. Стоимость услуг для заявителей рассчитывается индивидуально в течение 20 минут специалистами ООО «Объединенные переводчики». Составляет от 800 рублей. Все тарифы будут размещены на информационных актах МФЦ, в соцсетях, на сайте МФЦ. Доклад окончен. Спасибо. О вопросах в сфере здравоохранения в территории города слово Мишина Светлана Васильевна. За прошедшую неделю в поликлинику обратилось 3510 человек, на дому осмотрились 28 человек, всего выезда в скорой помощи 142, в стационаре состояло 156 человек, круглосуточность 136, в дневном стационаре 20. В реанимации находилось 2 человека. В детском отделении всего 6 детей, круглосуточность 4, дневной стационар 2, ухаживающих 1, в постельных тяжеловольных 7 человек. Доклад окончен. Спасибо. О вопросах в сфере образования слово Лазарева Лазаревна Константиновна. Доброе утро. На прошедшей неделе все запланированные мероприятия были проведены в учреждении, работе в штатном режиме. Остановлюсь на межведомственном совещании, которое прошло на прошлой неделе. Оно было посвящено реализации национального проекта «Путь к успеху». Данный проект направлен на повышение качества дополнительного образования и увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования. Процент охвата данной категории в конце реализации проекта, то есть в 2024 году, должен составлять 83,6%. На совещании обсуждался вопрос организации инвентаризации условий для реализации программ дополнительного образования, в том числе в сетевой форме. Эта инвентаризация должна пройти в мае-июне 2019 года. Координатором проекта на территории города по постановлению главы является детско-юнический центр «Радость». На текущей неделе школьники пишут в ЭПЛР по математике в 4-х, 5-х и 6-х классах, по русскому языку в 5-х и 6-х классах, по окружающему миру в 4-х классах. В рамках подготовки к пробному ОГЭ в 9-х классах отдел образования проводит обучение организаторов экзаменов, задействованных в этом пробном ОГЭ. Сегодня на территории детско-юнического центра проводится слез соревнований школы безопасности. 24 апреля команда школы номер 4 участвует в зональных соревнованиях президентских состязаний в Химках. 26 апреля команда гимназии представляет город в зональных соревнованиях президентские спортивные игры в Блюберцах. 26 апреля 25 человек, это старшеклассники из гимназии 6 и школы 2, в рамках дня призывника посетят военную часть Вашокина. По итогам 2018 года 7 учащихся нашего города стали губернаторскими стипендиатами. На этой неделе Министерство образования предмет документы для перечисления стипендии. Также на этой неделе планируется провести расширенное заседание Координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей. Будут рассмотрены вопросы, связанные с выполнением требований Роспотребнадзора, ОШНадзора, а также порядок оплаты путевок и предоставлений льгот. Отдел образования завершил подготовку к комплектованию дошкольных образовательных учреждений. База из ДОУ сформирована по детским садам. Мы готовы к выдаче направлений дошкольных учреждений. Хочется обратиться к населению, что никакого ажиотажа не нужно и занимать очередь рано утром в отдел образования не нужно. Путевки будут выдаваться в течение всего мая. Места дошкольных учреждений достаточно. Это видно по базе. И те, кто заявил в этом году желание направить ребенка в детский сад, все получили уведомления о том, что они получат управление в наше дошкольное учреждение. Доклад окончен. Спасибо. Борис Константинович, просьба через следствие массовой информации и соцсети эту информацию донести до жителей города. Хорошо. О вопросах культуры, спорта, молодежной политики слово Юрия Павла Вячеславовича. Доброе утро. С 15 по 21 апреля прошло 8 общегородских мероприятий, в которых приняли участие 1819 человек. Наиболее значимый торжественный вечер, посвященный празднику труда, отчетные концерты в учреждениях культуры. В рамках Дня исторического культуры на следе Московской области прошла экскурсия пешеходная, известная и неизвестная красноармейская. Также на базе ЦБС прошла ежегодная социокультурная акция «Библию сумерки» и «Библию». По вене соцзащиты прошли програждения двух юбиляров долгожителей и шести юбиляров долгожителей. Диспенсеризацию на 17 число прошло 1307 человек, что составляет 23,8% от числа всех жителей, которые проходят в этом году. Общее количество проведенных мероприятий за прошедший период 36, общее количество участников посетителей 2753 человек. 22 по 28 апреля за планированное проведение 30 мероприятий, планированное количество участников посетить 2540 человек. Наиболее значимая это встреча Александра Левкова с активной молодежью в городе, первенство по баскетболу. По вене соцзащиты пройдет разговаривание на улице Беларгии. Догон по помощи. Спасибо. По вопросу в сфере социальной защиты населения слово Циклинкова Оксане Войтховы. В отчетном периоде отдел социальной защиты населения работал в штатном режиме. На следующую неделю на текущую планируем следующие мероприятия. Приказы министра социального развития Московской области с 15 апреля по 15 мая на территории всех муниципальных образований проходит месячник парковочных мест до инвалидов. В рамках проводимого месячника будет проверено наличие парковочных мест на территориях объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры города. А также совместно с ГИБД будут проведены проверки правомерности использования парковочных мест до инвалидов. Продолжаем проводить подготовительные мероприятия празднования Дня Победы. Готовим проведение акции Доброе Слово. Социальные работники Кушкинского комплексного центра социального обслуживания населения поздравляют своих подопечных одиноких и одинокопроживающих ветеранов войны, получателей социальных услуг, вручат поздравительные открытия 9 мая, которые мы попросили опять помочь нам изготовить деток из детских садов. Нашему городу утверждена квота участия участника войны параде на Красной площади. Это гостевые трибуны. Также будем работать садов. Спасибо. О профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних слова Кулисуна и Евгения Олеговна. На прошлой неделе комиссии по делам несовершеннолетних было проведено очевидное заседание комиссии, на котором было рассмотрено 6 административных материалов в отношении законных представителей несовершеннолетних за неисполнение родительских обязанностей. Все правонарушители привлекались к административной ответственности впервые и было назначено наказанием в виде предупреждения. Также в период с 17 по 26 апреля на территории Московской области проводится межведомственное комплексное оперативно-паталактическое мероприятие Дети России 2019. Целью данного мероприятия является выявление несовершеннолетних, которые употребляют наркотические либо психотропные вещества. На этой неделе запланировано ряд действий направленных на исполнение данного мероприятия. Доклад окончен. Спасибо. Слово Грибковой Лидии Владимировны для общественной палаты города. На этой идее общественная палата совместно с Храмом Христа Спасителя Александра Невского заканчивает благотворительную акцию «Подари пасхальную радость». Обращение как с тем жителям то же самое, кто хочет подарить эту радость нашим недостаточно обеспеченным гражданам. Пожалуйста, можно передавать свои подарки в кабинет 106 до Калинина и Храм Александра Невского. На этой же неделе проведется заседание двух комиссий, на котором будут разматриваться материалы о апатеризации медицинских отходов санчасти номер 154 и рассмотрено будет обращение партии «Справедливая Россия» по вопросам городских лесов. Непонятно, почему этот вопрос они письмно обратили, значит, мы в рабочем порядке этот вопрос рассмотрим. На этой же неделе комиссия нашей межведомственной по общественному контролю будет проверять объекты быстрого питания нашего. Надо посмотреть в преддверии лета, как они у нас соблюдают все нормы. И в рамках контроля за решением общественных слушаний проводится общественный мониторинг объекта засторево-культурного наследия. Спасибо. Спасибо, Елена Владимировна. Несколько объявлений. 24 апреля в эту среду традиционная встреча с ГДК. Открытый прием с 16 часов до 18 и дальше традиционная моя встреча с жителями. Ну и также еще одно объявление. Хотел поздравить с днем рождения заместителя главы Федорова Александра Борисовича, которое было в субботу. Спасибо за работу, удачи, счастья и процветания. Коллеги, какие-то есть еще выступления, предложения? Тогда всем спасибо, хорошая, хорошая неделя. Просьба управляющим компанию на минуту задержаться. Продолжение следует...